Доброе утро! Давайте начнем наше совещание с сегодняшнего термогаза. По термогазу на данный момент затиши. С 3 июня весь рабочий персонал отправил в отпуск. Мы не можем отправить, потому что их не так уже и много. Расстались юристы, адролер, который занимается... ...сбором денег тоже. И есть неотложные работы, которые выполняются. Вызывается адрес следствия, ремастер, потому что с этими дождями постоянно открасываем воду. За 9 июня и 7. В принципе, вот такие. А что у вас с долгами? Молдова, как раз, по 20-й? Молдова градусов по состоянию на сегодняшний день не будет платеж. Остается 783 тысячи перед Молдовой градусов и 426 тысяч перед Молдовой градусов. Вы сделали какой-то график с ними? До когда вы сможете заказать? У нас до 30 июня. И до 30 июня что вы сделали? Ну, я так-то полагаю, что еще 500 тысяч мы должны платить. Перед Молдовой градусов? Да. Сранбаза? Да. Сранбаза есть график с 72 тысячами. Угу. Ну, до начала какого-то сезона? Я думаю, до 1 августа мы должны полностью не решить. Есть такая предпосылка, что до 1 августа мы должны с одним из другими решить. Это хороший предпосылок. Я думаю, что это сбывается. Ну, это уже третий год, мы собираемся до начала топительного сезона. Нет, ну, сейчас явно последуются. Да, хорошо. Мы сегодняшний день занимаемся ремонтом оборудования, готовимся к топительному сезону. Проблем нет. Задолган с инвалидом дискуссов тоже нет. Проблем пока нет. Хорошо. Спасибо. Юрий Николаевич. Значит, за май месяц по полигону мы идем без проблем, без великих пунктов. Вывезено за май месяц 8 960 кубов и за 4 дня этого месяца 1068. Значит, по вопросу вывезу мусора своевременного, претензий таких существ нет. Нет, есть моменты, где граждане в точках общественного места выносят мусор свой, остатки деревьев, сено и так далее, и требуют, что мы должны вывезти. Я хочу всем напомнить, гражданам нашего города, что мы вывезем бытовые отходы. Вот эти все стены, они должны своевременно делать порядки и оплачиваться до дополнительного мусора, который они всегда с дворосы даст к этому. По вопросу кладбища, значит, все в норме. Идем по темному графику, в котором есть уборка, обслуживание и так далее. Из-за исключения у нас, из-за этих свободных условий, значит, на кладбище, как мы называем, еврейское кладбище, было отложено с корнями дерево очень большое. И оно при падении раздало два памятника. Мы поставили безвезу господина, председателя еврейского общества, господина Горберга, и господина Горберга, которая имеет там какой-то фонду, чтобы не было какого-то завора, или кто-то не сделал опять какой-то шоу, как мы нас любили делать в нашем городе. Это повредили гандалы и так далее. Поэтому я это заявил, чтобы было понятно, что это проблема не граждан, а именно погода пустая. По ремонту дорог, значит, мы идем по графику. Именно в вопросе об ямочном и асфальтном, покрытии асфальта. По вопросу белого варианта, к сожалению, мы неделю практически не выполняем. Отстаем от графика, ввиду того, что грейдеры играются наших братьев китайского производства, и запчасти, которые необходимо были заменить, их нет в Молдове, в Украине. В Киеве обращался тоже нет. То есть нашли ее в фирме в Кишиневе, которая занимается ремонтом специализированной техники. И они обещают сегодня-завтра, но уже закончить все детали, которые необходимо, для того, чтобы отпустить вред для проведения работ белым вариантом. По вопросу ливиевых систем или отводов воды с нашего города, большие проблемы создали эти погодные условия. Особенно у нас большие провалы по улице Полева, чтобы правильно поняли. То есть или граждане нашего города, чтобы правильно поняли, потому что вы сами знаете об этом уже. Труба на 2 метра шириной, диаметром 2 метра. И на ней пришлось бы, мы были срочно заказать крышку с люком, для того, чтобы закрыть все это. Представьте себе, что это не могло проводиться в любое время, не будет наступать в любой человек. Глубина колодца в 4 метра. То же самое это было вчера мы устранили в городе Киевская, в 8, совместно с Лунием Емельевым. Спасибо, Дмитрий Бодрецкий, что я временно выдал нам пост для того, чтобы можно было организовать. Потому что в момент очень было тоже серьезно, и в любое время троевый смог провалиться в этот большой провал, который там произошел. Есть предписание, я считаю, что правильно, что я штрафован из-за этого, я считаю, что очень правильно сделано, что мы не своевременно не выполнили предписание по поведению ремонта на лендорожных путях с переезда. Это очень справедливое повышение, я считаю, что это очень прощение с нашей стороны. Кроме этого еще есть предписание, вчера получили, о том, что в ближайшие дни это сделано. Есть некоторые светофоры, знаки, которые заросли опять, можно сказать, и деревом, и кустами, как можно, по-разному назвать это все. Но оно действительно препятствует и может создать безопасное движение нашего транспорта. Юрий Николаевич, скажите мне, кто у вас пишет письма заявительные, ответы? Нет, подписывайтесь, Юрий Николаевич, а кто их готовит? Я могу, я думаю, письма, я, в принципе, стараюсь читать все письма. Я не говорю про читать, я говорю, кто готовит их. Их же кто-то готовит? Нет, в зависимости, допустим, по собакам, кто готовит. Нет, не по собакам, а по дорогам. По дорогам, в принципе, Виктор, старший мастер, держанный человек, который закончил курсы по услугам на право работы. А вы его можете пригласить на прием граждан с Гимара, чтобы он послушал, что люди скажут про его ответ? Да, без проблем. Я там вчера вернул вам половину ответов с моими замечаниями и рекомендациями, а половину, Вячеслав Иванович, вам, я отдал, чтобы вы почитали, что он пишет в эти. Там просто такие ответы, их, наверное, надо будет переделать и написать нормальный ответ. Ну, я понимаю, не в защите его, вы понимаете, что столько лет ничего не делал. Нет, я не про это, но ответ должен быть, вот есть вопрос, да, и должен быть ответ на вопрос. Хорошо. Это, по-видимому, ошибка в том, что, вы знаете, как бы, не в оправдании себе или кого-то. Да, с того принято, знаете, как предприятие, в котором вложили все, что возможно, что негодно в городе. Поэтому, имея одного юриста, который не успевает и по судам берет, потому что у нас очень много любителей с нами сутиться, зарабатывать на нас деньги. Это бывшие наши работники, которые были уволены, сейчас ждут три месяца, когда проходят три месяца, потом начинают продавать суп. То есть набирает время, промежуток времени для того, чтобы выпивать деньги из предприятия. Ну, а как, я должен это сказать? Я не смогу сказать. Правда? То, что они делают. Это ответ на вопрос. Ответ, что нужно создавать, знать, админсовет, создать киридический отдел, хотя бы три человека. Мы не можем и мусор, и все остальное на ноги. Мы с этим поговорим в 9-30, на другом совещании. И еще вопрос. Там, вы знаете, Планетяне коррестовали 8 мусоровозов, в Савокрите Солуши, судебный исполнитель. Надо организовать их перемещение на вашу территорию. Да, мы пытались, мы даже вчера... Не, не пытались, надо подготовиться к этому, вызвать судебного исполнителя, в один день перебросить. Там нужен аккумулятор, нужен сжатый воздух. Нет ключей. Я сейчас вам предложили. Я знаю, что там нет ключей. Их можно перебросить и века трейлером. Поэтому я говорю, надо подготовиться в один день, вызвать судебного исполнителя, и перебросите. Площадка подготовлена, чтобы вывести просто технологии... Ну вот, их уж не обязательно своим ходом зарегонять. Можно... А, и второй вопрос... Мы, как бы, переведем, хорошо? Хорошо. Я и дальше не забыл сказать про разметку. Сейчас вам доходит? Давайте на продажу. Ну, честно говоря, надо признать, что я все-таки много лет работал в Совете. Я, как бы, все это видел красивыми глазами впервые, из-за каких-то недостачек, или краски, или оборудования. Из-за погодных условий, да, впервые у нас получилась задержка с... ...нахажинка, как там, краски, и всех разметки и так далее. То есть, я даже хочу вам сказать, что есть-то даже... Опять же, я должен сказать... Даже если по Кишневской, напротив школы, была яма, образовалась, мы все-таки сделали пешеходный переход. Это мы сделали не потому, что мы не видели, что там нужно будет поставить асфальт, а потом покрасить. Мы думали о безопасности детей. И со временем погодных условий позволят, мы за свести асфальт не будем это процентровать. Это было принято решение до того, как мы начали красить. Мы положим асфальт и докрасим ту полосу, ну, которая... Но делать рекламу сразу же, посмотрите, что ВСО делает. Да, мы делали все возможное, и мы сделали правильно. Безопасность детей, прежде всего. И каждый будем понять, рекламируется по таким методам, не столько. Николай Евгеньев, Грибарин, а как вы спросите? Грибарин, часть разметки есть. Сегодня занимается дальше господин Грибин. Вопрос очень серьезный. Видимо, не знаю, опять же, будем выходить на совет. Я один раз уже это сказал, меня как бы некоторые неправильно поняли, но это выход другого нет. Это не только у меня. В других муниципальных предприятиях такая же ситуация. Я считаю, что совет должен принять решение, разрешить нам арендовывать транспорт, указание какой-то цены, проезды, на каких-то дней, по всему, как находят инвесторы, которые в других странах работают у нас. И это нормальная тактика, и это будет правильный рапорт. Если из 10 человек, которые работали, осталось 4 человека, и то... На этой неделе не будет разметки набегательного накопчика, или будет? Если сегодня погодные условия и завтра позволят, значит оно будет. Если не будет погодные условия, то... Сейчас погодные условия позволяют? Сегодня еще нет. Сейчас? Сейчас нет. Люди находятся на базе или на объекте? На базе пока. Почему? Потому что я уехал после предприятия, не могу собрать, где они сейчас находятся. Не знаю. Задание они получили. Выехали, нет, не могу сказать, что я выехал сюда, в Крымарин. Закончится решение, позвоню в голову. Хорошо, спасибо. С сегодняшнего утра не зарегистрировано ни одного прорыва. С вчерашнего дня остался маленький прорыв по улице Строицкой бригады Выдхова. Работаем в Кельчевской. 11-й век у нас на сегодняшний день закрыт в доме по полгарску 166. Нет владельца квартиры, не можем войти в квартиры, чтобы выполнить свои ремонтные работы. Значит, относительно ремонта крови неделя была задержка из-за холодных условий. Но, тем не менее, около 7000 роды Педра выполнены уже в полгарске. Сейчас мы с холодных условий можем опять проводить работу. По детским площадкам. Значит, 100% выполнение площадок, 18 площадок. Всем площадок у нас в работе была задержка из-за поставщика партюров. Он не мог выполнить работу и задержал нас с изготовлением этих партюров. Всем площадок мы, как только получаем сейчас партюры, мы выполняем. У нас есть 7 площадок, которые не будут благоустроены в щебне, не в щебне, а в гравии, потому что они находятся на травяных газонах, и нет смысла ставить эти щели. Вот. И две площадки из оставшихся семи. Люди требуют, чтобы мы установили еще новый игровой элемент. Это посучава 1.1.А. И вторая площадка у нас с Индепенденцией 39. Они хотят, чтобы установили ограждение с калиткой. Значит, ограждение в работе с калиткой потом будем делать. Итого у нас остается 4 площадки на выполнении. До 10-го мы, получается, не успеваем из-за погодных условий, и не успеваем из-за погодных условий. А? В следующей неделе закончится. Петяна, поломанные игровые элементы только рыка. Мы заказали сейчас. Давайте уберем поломанные, чтобы детки не поцараблялись. Хорошо. Что уже когда будет? Да. Лучше пускай остается голый каркас, чем жёлоб потресканный на попало. Мы заказали жёлоба. Они уже готовят на... Да. И второе, что убираем. Сейчас Юрий Николаевич приготовит грейдер и пойдёт по тем спортовым площадкам. А так, пока ваши ещё не всё убрали. Чтобы потом получилось, что он будет наступать на пятки. Да. Мы договорились с победителем конкурса о том, что он должен выйти с нашими на место. Потому что он точно знает с метровской нормативы по установке этих игрок и элементов. И он должен, конечно, сказать, вот тут, тут, тут убирайте. Мы убираем старые игровые элементы и убираем бетонные основания. Он сейчас здесь, в оптимаре, и после этого едет к вам. Да. Настраиваемся на интенсивную эту работу, чтобы дальше уже ДСУ могло склониться. Да. 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 Я разговариваю с вами с господином инженером, с вашим. Мы определили, что уделить отдельное внимание обваловки ваших объектов, чтобы, если не исключить, то уменьшить объём поступающих для новых источников вод. И тогда будет немножко легче. Это не решение проблем, это смягчение остроты вопроса. И нужно будет сразу, вчера, так как столь же длинный, что вчера работал, сделать оболок по направлению движения источных вод, останутся только те, что сверху упадут, и в него, и чуть не меньше. Ну да. Значит, закончили Центральный парк, Детский парк. Следующий этап мы переходим в Парк Победы. Значит, те замечания, которые были по парку, значит, по проколке выполнены. Значит, скамейки, вот это, в котором ялтар, они будут установлены в парке. Значит, те адреса по обращениям, по колонам каких-то веток в ходе авторовых нагрузок все были абсолютно устранены на вчерашний день. Сегодня утром есть дополнительные заявки к регулярному везде, выполнят их до конца дня, мы уже завершены. То, что касается уборки, в регистральных улиц, значит, рабочие по уборке работают, согласно графику, работы все выполняются. Мы нашли консенсус с приятными пирсами по координации работы машины с людьми, имеется в виду машины по уборке. Вот, в принципе, проблема каких-то, торговые решения. Я хочу попросить вас, чтобы ваши люди оказали реальную практическую помощь людям ДСУ. В каком плане? Я убедился вчера собственными глазами, что работники ДСУ, ну, глаза не видели этот фитосанитарный арх, но не знают они его, как оформить, на их объектах. Помогите им сделать это, научите, в постоянной очереди, раз, два, три, ну, обращались, но, может быть, не через вас, раз, два, три, чтобы дальше уже этот вопрос шел. Потому что ситуация, то, что Юрий Николаевич сказал по юридическому кладбищу, это вчера упало одно, а у меня есть фотографии еще двух, которые, вообще не представляю, как их сносить, но хотя бы решить вопрос. Спасибо за понимание. Юрий Николаевич воспользует этим обещанием помочь полностью. Спасибо. По освещению вы принимаете заявки и дается подрядная организация для их устранения. По проектированию дорог работы ведутся в соответствии с графиком, в соответствии с договором. Это у нас улица Дачебал, улица Конева и квартал ограниченная Йорга, Штепан-Тюмария, Ивамайская. Сегодня приезжает проектант по договору, заключенный в договоре, в европе, в европе, в европе, вот он должен сейчас, в первом доме, приехать в проекты документации. У него сроки еще не вышли, но он приезжает раньше. Вообще, вот проектировщики, которые делают нам проекты, у них такие сроки, их вообще можно как-то уменьшить? Они делают проект, могут делать два месяца, могут потом, потом еще месяц верификации. Получается, год занимаемся только проектной документацией. Они не могут как-то делать это по-другому, в другие сроки или нет? Задание на проектирование предусмотрено геологическое решение. Я говорю теоретически, они могут делать это в другие сроки или не могут? Нет, это большая работа, это время идет на ее разработку. Вчера по Штефану Чермариеву была комиссия, там разобрались, что из-за фунтовых вод, вот этот провал, который образовался? Ну, мы разобрались в каком плане? Мы разобрались в том, чтобы закрыть эту позицию. А в том, что определиться в каком месте и когда, и что, то уже не та задача, как вчера решалась. Мы вчера определились по путям выхода, но не по причинам. По восстановлениям. Да, путям выхода из этой ситуации, восстановления, но не в причинах, потому что сейчас расковырять там все, ну, нет смысла. Затрамбуем, запакуем, в том, как и киевскую вчера, и пойдем дальше. Ну, это, как бы, дожди, но возможно, что это из-за дожди. Может быть, есть и другая причина. Травейбусное управление работает в рамках отведенного графика движения. Сейчас занимаемся ремонтом оборудования на силовых станциях. Косформаторы ремонтированы. Ну, идет подготовительная работа к следующему сезону. Ну, так же идет вот протестник к артиктическому осмотру. Ну, идет, в общем, рутина, у которой без нее не обойтись. Постальному. Вы вчера по-киевски могли встречаться? Да, значит, вовремя будет, в принципе, это мере со стороны службы полиции, со стороны СОУ. Поэтому у нас до какого-то сбоя, нам это не повлияло, на сбой нашего движения. То есть оперативно все было сделано и грамотно все обставлено. Что делаете в этих погодных условиях с электробезопасностью? Дождь, все мокрое. Есть ли дополнительные мероприятия проводились или нет необходимости? Да, мы слушаем там, где нужна эта технику, выставляем в боксах, на ночь слушаем. Слушай, это еще люди знают. Это не маленькая работа. Да, это одна из проблем электротранспорта. Это когда целевает электропроводка и так называемый ток утечки существует. Да, это при этом явлении вообще запрещено движение. Поэтому мы наносим примитивные меры, в частности, в рамках ТО, в рамках ежедневного осмотра. Мы сушим оборудование, сушим токопроводящие части. Максимально, в целом, от нас зависящее, чтобы на пассажироперевозках и на неудобствах для перевозки пассажирок и пассажирок. Максимально, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом. Это совершенно другой ответ. Совершенно другая картина. Все, тогда идем на рабочую группу.